приветствуем вас дорогие зрители здравствуйте всем сегодня очень хорошее время чтобы проповедовать евангелие и мы хотим прочитать место из писания которая находится в евангелии от луки 19 глава 1 стих иисус вошел в иерусалим и проходил через город там был человек которого звали закей он был начальником сборщиков налогов и богатым человеком он пытался увидеть кто же этот иисус но не мог из-за толпы потому что был маленького роста тогда чтобы увидеть его закей забежал вперед и залез на тутовое дерево росшее в том месте где иисус должен был проходить когда иисус подошел к этому месту он посмотрел вверх и сказал закей спускайся скорее потому что сегодня должен быть у тебя дома закей быстро спустился и с радостью принял его но это место конечно такое интересное и мы будем говорить практику будем говорить практические шаги как проповедовать в теории много-много евангелизации он делают евангелизации какие-то делают там грандиозные чтобы людей привлечь но на самом деле иисус он так не делал он видел какого-то человека пример вот здесь мы видим видел человека я не думаю что он вот так вот прям увидел и подумал вот я сейчас его пойду за и зайду к нему я думаю что у него было общение с отцом как иисус сказал ягод не делаю ничего не видя отца творящего я думаю что отец ему сказал вон там сидит человек на дереве и зайди к нему и проповедуем евангелие и далее мы можем видеть что иисус зашел к закхею даже принципе даже не проповедовал там посидел с ним чайку попил там пиццу поел не знаю что он ему там предложил эзак хей покаялся отдал свою жизнь богу и горит я ну что он там говорил что он в четверо воздаст тем кого он обидел вот у меня есть вопрос такой имеешь ты определенные формулы каким людям подходить как подходить ну важно чтобы к правильному человеку подойти и говорить евангелие не обязательно чтоб правильному да ну у меня случай один час так я вспомнил он аналогичный тоже как бы похожий как вот иисуса за кем было я был в аэропорту в мюнхене и мы живем в германии если кто нас пера смотрит живем в германии и ну мюнхен от нас находится 130 километров в принципе это ближайший аэропорт с которого мы в принципе можем улететь и стоял я в очередь и у меня вот как бы голос внутри или побуждение было что здесь есть человек в аэропорту за которого помолиться нужно ну я сначала думал там очередь была и женщина стояла девушка молодая с кем-то разговаривал у нее там колено было что-то она боевыми искусствами занималась карате или чё или что вот и я думаю может за нее помолиться за ее колено как то вот оно не не это не то не получалось потом я пошел значит когда мы уже там багаж сдали я пошел в туалет и увидел женщину на коляске и такая приятная ну как приятно стройная симпатичная женщина на коляске сидел я внимание так особо не обратил первый раз а когда ее второй раз увидел как бы мне побуждение было вот именно к ней подойди и молись с ней ну вот так вот ну такой случай но я подошел к ней и стал с ней разговаривать она оказывается на немецком не разговаривает она только на английском говорит вот но я увидел крестик у нее у нее такой крестик был увидел крестик и я и тоже стал показывать тут у меня тоже крестик есть и у меня не было кредит я не помню там крестик был не был не стал говорить я тоже христианин как-то вот я с ней стал вот разговаривать и я смотрю она как-то вот ну такая повеселела повеселела и я я стал искать перевозчика кто бы мне перевел с английского на немецкий с немецкого на английский да то есть это как 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 бы я хотел ей проповедовать евангелие но мне нужен был переводчик и я стал искать и нашел переводчика русскоговорящего он я доехал москву я летел тогда я вот по-моему я москву летел в это время да да я москву летел и вот ну русские там были нашел русского человека и игру можешь перевести меня я хочу вот с ней он это зачем я говорю что перевести я хотел бы с ней помолиться ну как то вот так сказал а он говорит вы пастор или вы врач вы пасторе я не врач я не пастором будет ну как то вот неудобно как то вот что он ну не стал где ну не захотел переводить скажем так но я понял что вот с ним принципе не ничего не стоит ни что не выйдет но он такую мысль складывать я не знаю как ну вот вы коммуницируете вместе и она вас понимает то есть и это ну вот как бы а тут еще знаете очередь была вот задержка самолет задержка была прям очередь наша очередь была наш самолет я еще думаю как я сейчас если кого найду как я буду молиться с этой женщины и вспомнил смит вигальс в эту книгу читал вот он тоже где-то там в поезде там куча народу он там за кого-то молился за исцеление возлагал руки не боялся он как бы такой вот немножко страх как куча людей тем более с ними лететь это тут сейчас буду вот это и я кого-то вот еще стал спрашивать две женщины сидела молодые девушки и я говорю может кто-то из вас по-английски понимает они гряда я понимаю одна стала на год я понимаю две сестры было и я говорю вы можете мне перевести иногда перемогу и как раз вот получилось так что очередь ушла никого нет такую очередь пошла дальше и мне в принципе уже скоро было надо было заходить мой самолет да да и я и говорю вы можете перевести и короткое свидетельство она ну я и сказал не помню даже что я говорил короткое свидетельство потому что время мало было я бы я христианин я бога пережил я тоже был ну а надо было выяснить откуда и что она она в общем эта женщина она здесь михе не лежала в клинику сама нас австралии сама с австралии не она сама с греции говорит по грей ну родом с греции а живет в австралии такая вот история говорит по-английски и в общем вот так вот мы я свидетельство сказал сказал что ей надо принять из я что я пережил бога 11 лет назад очень мощно бог меня коснулся я теперь христианин и бог даже не помню что говорил в общем мы помолились не молитва покаяния то переводила да то есть она сказала что иисус я верю в тебя иисус ты есть мой господь иисус вводи мое сердце иисус ну очень молитва покаяния вот это как мы обычно молимся с людьми я не принял иисуса и вы знаете а ну тогда я был еще с группой христиан которые мне говорили в конце надо возлагать руки мы сейчас этого не делаем просто молимся даже за руку не берем вот я возложил руки на голову он помолился за нее и когда я это сделал дух святой зашел я можно было чувствовать его в каком смысле чувствовать но я чувствовал я этот огонь чувствовал и я видел как и лицо я полностью красно сделалось и она прям так же ну живая стала ну я думаю что я я думаю что она спаслась именно в тот момент когда мы с ней помолились ну вот такое свидетельство то есть практика очень важно очень важно проповедовать даже не важно в каком-то из ну в каком скажем на какой ступени ты стоишь восстановлена твоя жизнь еще или нет но ты можешь каждый день зажигаться каждый день приходить господу каждый день исполняться духом святым каждый день разжигать этот огонь в то время тогда мне еще сейчас вот у меня жена семья дети и тогда я был один жизнь моя еще не было восстановлено как бы был находился в этой пустыне которая зашел сам без бога вот но тем не менее проповедовал евангелие ну все скажем куда бы я не шел я это делал вот сейчас конечно у меня получается эффективнее потому что сейчас больше свидетельств больше уверенности потому что движ как бог восстанавливает как бог чудеса делает в жизни ты увереннее становишься ну такое свидетельство хотели бы вам сказать воодушевить вас чтобы вы тоже делали зажигались именно в поклонении мы делаем это мы зажигаемся поклонение мы стараемся гореть для господа чтобы действительно когда мы говорим да что мы говорим что сидим этот огонь с огнем мы благодарим вас за то что вы нас слушали и мне тоже бы хотелось чтобы вы не просто слушали нас а использовали те наши примеры которые мы сами используем для того чтобы проповедовать евангелие и сами шли и проповедовали евангелие чтобы царство небесное распространялась еще раз благодарим вас за внимание до следующей встречи встречи